здравствуйте дорогие мои творческие друзья я снова рада вас приветствовать на канале творческая студия у лишь арт сегодня праздник день святого валентина день всех влюбленных моя аудитория это в основном женщины это любящие создания я желаю всем моим абонентам которые пришли на мой канал творческих успехов и конечно же любви в день святого валентина я хочу вам пожелать не только любви такое между мужчинами и женщинами но я желаю вам также любви к себе любви к себе как к творцу найти творца в себе и полюбить его и хочу вас еще поздравить с одним праздником который касается нашего канала дело в том что 14 февраля ровно год назад на моем канале вышло первое мое видео и сегодня такой небольшой первый юбилей на моем канале после того как вышло мое первое видео и я стала знакомиться с тем как работает youtube я вдруг открыла что у youtube тоже 14 февраля день рождения вот такое вот приятное совпадение дорогие мои творческие друзья мне это очень приятно еще один праздник который у меня сегодня на канале дело в том что совсем недавно я обещала посвятить мой мастер-класс моему тысячному подписчику на канале вот совсем недавно у меня была та первая тысяча подписчиков и я хотела связаться с этим абонентом который стал тысячным но к сожалению у меня не получилось связаться так бывает что тысячный подписчик не оставил после себя никакого комментария не лайка ничего такого чтобы мне дала возможность связаться с этим абонентом но все-таки мне пришло сообщение что зовут олэна винокурова и я все-таки решил сдержать мое обещание и посвятить мой мастер-класс моему тысячному подписчику конечно не получилось сделать мастер-класс по выбору моего подписчика но я подумала и решила свалять такой универсальный на мой взгляд аксессуар который можно назвать ну например пояс кимоно когда его сваляла получилось что этот пояс кимоно можно носить не только как поясной как бактус как шарфик как повязку на голову как жилетку финале видео вы посмотрите мои варианты как я придумала как носить мой аксессуар я придумала хотела бы узнать ваше мнение понравились ли вам мои варианты и какие варианты возникли еще у вас дорогие мои подписчики и сейчас я предлагаю вашему вниманию вот этот мой валяне моего аксессуара который я посвящаю не только олэне винокуровой но и всем вам дорогие мои творческие друзья за образец я возьму пояс пальто можно сказать это платье кимоно вот такое она простое платье халат можно сказать вот такой вот пояс очень удобный хорошо подчеркивает талию двухсторонний и потом я еще повторила его вот в таком виде кожаный пояс очень удобно я его добавляю в разные мои луки это настолько удобно настолько меняет сразу образ теперь я хочу это повторить еще войлоке и уверена что я буду пользоваться этим аксессуаром с огромным удовольствием потому что сам по себе пояс кимоно это супер модная очень удобная вещь многофункционально и еще волок и еще техника витраж я думаю что это будет супер здорово вот видите сколько разных лоскутков уже готовых для моей техники которые я собираюсь использовать техника витраж уже они готовы так как каждый из них это обрезки уже из каких-то моих других проектов то есть это самый уже настоящий войлок некоторые обрезки или даже вот просто фрагменты вот такие специально были валеные для техники витраж некоторые это просто обрезки остатки из других каких-то проектов просто кусочки но все они уже с определенным каким-то покрытием где-то вискоза где-то шелк где-то другие какие-то декоративные волокна или материалы многие из них это пробники тестеры я тестировала разные какие-то материалы чтобы понимать как ведет себя шерсть но вот теперь из этих кусочков фрагментов я буду сочинять мою мозаику и вот уже я выкроила вот такой вот пояс кимоно и на этом поясе я буду раскладывать сначала шерсть а потом я разложу вот эти фрагменты мозаики да это кружево но на жесткой такой сетки по изнаночной части я буду раскладывать черную шерсть и по черной шерсти буду раскладывать уже мою мозаику это мой пояс вот такой он у меня будет формы вот эта спинка она такая узкая и потом вот эти вот края будут немножечко видите такие похожи на уголочки то есть когда эти уголочки будут между собой пересекаться я немножечко видоизменила этот пояс здесь передняя часть и вот а я его решила сделать наоборот вот эти завязочки будут оборачиваться и завязываться вот здесь вот потом веревочки я отрежу столько сколько мне нужно сейчас я сделала вот такие длинные а там посмотрю я честно говоря не работал еще с этим материалом я его не тестировала и так примерно предполагаю что садится шерсть на такой основе будет не так интенсивно как обычно потому что материал жесткий хотя здесь и сетка все равно будет немножечко мешать шерсти стягиваться и поэтому я не совсем уверена что вот эти вот завязочки останутся такой же длины ну посмотрим я буду работать без шаблона поскольку шаблон мне здесь не нужен у меня достаточно плотный материал я разложу на стол пленку пищевую и прямо на ней буду делать раскладку пояс довольно длинный я потом при помощи пленки даже смогу просто продолжить работу я могу потом завернуть одну часть и переключиться на работу с другой частью и таким образом у меня будет зафиксированная шерсть и все эти лоскуточки которые я буду раскладывать и так ждет меня очень интересная работа я обожаю такую творческую работу сочинять рисунки сейчас я вам покажу какие я для себя сделала размеры на мой размер м вот посмотрите по талии вот отсюда у меня и вот сюда это обхват талии слегка будут пересекаться ну в общем если это пересечется это будет симпатично не пересечется это тоже будет хорошо я посмотрю как будет вести себя материал но в любом случае это будет хорошо и так вот отсюда сюда у меня сто тридцать три сантиметра вот отсюда сюда ширина это по спинке у меня пояса получается 14 сантиметров это я уже называю размеры готового шаблона то есть я вырезала уже ткань на который я буду валять это изделие теперь вот здесь вот высота вот этих вот уголочков ну то есть до самого верха двадцать семь сантиметров дальше к ним прикрепляются завязочки ширина вот этого места где крепится к основному поясу 11 сантиметров а дальше я просто с узела и длина таких веревочек каждой 140 я взяла а потом я отрежу так как мне нужно это я могу сделать в любой момент вот такие вот размеры я взяла для себя я прибавила 45 процентов как обычно я это делаю ну может быть это немножечко меньше будет усаживаться на все равно результат будет очень я думаю что все равно получится очень красиво видите да как будет этот пояс и потом эти хвостики будут заходить с обратной стороны они будут обвязываться в общем эти завязочки будут выходить оборачиваться вокруг талии и вот наконец я беру в руки шерсть в данном случае у меня черная шерсть австралийского мериноса 18 19 микрон раскладываю по изнаночной стороне моего кружева то есть лицом кружева к столу а ко мне она лежит изнаночной стороной вот на эту сторону я и раскладываю мою шерсть облачками слой не очень тонкий но не очень толстый мне нужно добиться такого эффекта чтобы в результате у меня не проглядывалась кружева сквозь шерсть и вот я добираюсь до места стыковки двух частей моего кружева я беру кружева и накладываю его уже на разложенную шерсть другой части хорошо проработав место стыковки то есть внимательно я раскладываю шерсть таким образом чтобы пасмочки пересекали и одну и вторую часть потом я накрываю всю раскладку сеткой сбрызгиваю водичкой и выдавливаю воду распределяю воду таким образом чтобы пузырьки воздуха вышли из шерсти поправила шерсть и начинаю раскладывать мои изготовленные лоскутки слежу за тем чтобы между лоскутками хорошо проглядывала черное пространство это и есть эффект витража которые потом получится когда шерсть сядется между моими лоскутками должно оставаться черное пространство затем я по такой же технологии как обычно при валянии накрываю сеткой смачиваю заботись о том чтобы вода проникла во все вот эти валеные кусочки шерсти поскольку они уже хорошо сваленные нужно постараться чтобы вода таких хорошенечко хорошенечко намочила мои вот эти вот витражные кусочки когда я все это сделала я снимаю сетку и еще стараюсь работаю над тем чтобы шерсть таки промокла я заворачиваю в пленку мое изделие и оставляю на некоторое время чтобы лоскутки таки пропитались водой лучше конечно если вы уже знаете рисунок заблаговременно если у вас уже разрезаны те лоскутки которые вы будете класть вы уже знаете в каком порядке то тогда лучше вот эти вот все ваши заготовленные лоскутки намочить в воде и подержать некоторое время чтобы они напитались но поскольку у меня такая импровизационная раскладка я этого не делаю тогда я должна позаботиться о том чтобы мои шерстяные лоскутки хорошенечко пропитались но когда я все это уже закончила я раскладываю всю остальную часть пояса то есть ремешочки все закладываю шерстью вот этот поясочек я дополнительно покрываю шелковыми платочками растягиваю на них вот этот натуральный натуральный шелк который продается в шелковых платочках затем я все опять же заворачиваю и прорабатываю машиночкой при помощи вибрации моя шерсть схватывается быстрее и поскольку лоскутки уже сваленные хорошо те лоскутки которыми я пользуюсь для создания эффекта витража вот над ними нужно хорошенечко потрудиться с машиночкой чтобы они хорошенько такие прикрепились к шерсти иначе есть риск что они будут ерзать сползать открепляться потому что они достаточно тяжелые и но вот тут вот мне нужно хорошенечко над ними поработать работаю аккуратно стараясь не сдвигать их с места если же я вижу что кусочек хорошо заваленный я имею ввиду вот этот вот лоскуток который приваливаю и он не приваливается к основному полотну то я подкладываю под него кусочек шерсти и таки стараясь его привалять при помощи виброшлифовальной машинки ну и затем аккуратненько притираю таким образом чтобы я чувствовала что между ладошкой и полотном есть пространство чтобы я не сдвигала этот лоскуток моими ладонями когда я чувствую что уже все лоскутки у меня хорошенечко прикрепились я тогда аккуратно аккуратно стараясь не очень двигать этим полотном только вертикальные такие движения чтобы выполоскалась лишнее мыло из моего полотна стараюсь его пополоскать в водичке первый раз очень аккуратно если я могу например там где-то поприваливать какие-то лоскутки то я это делаю только обязательно на моей руке и сверху я другой рукой делаю такие встречные движения в общем очень аккуратно я отношусь к этому моему еще не очень-то хорошо сцепившемуся полотну потом я меняю воду добавляю немножечко туда уксуса и прополаскиваю еще раз выполаскивая полотно затем вы видели я свернула в рулончик полотно так будет легче его сохранить в стабильности и потом на стол я точно также разворачиваю таким образом мои мои вот эти фрагменты не отваливаются от основного полотна прополаскиваю столько раз сколько мне понадобится для того чтобы выполоскать мыло затем я опять намыливаю новым мылом и продолжаю сваливать мое полотно я делаю очень аккуратные движения я слежу за тем чтобы полотно сваливалась чтобы лоскутки со всех сторон были привалены затем когда я увидела уже что нет риска что они отвалятся мои лоскутки витражные я переворачиваю мой пояс и работаю с обратной стороны точно так же я делаю скользящие движения здесь я прижимаю более сильно и уваливаю моё полотно еще при помощи скалки но в общем-то полотно продолжает процесс сваливания мой пояс начинает уменьшаться в размерах я вижу что уже полотно стало таким более монолитным и тогда мои движения становятся более смелыми я уже могу скользить даже вот этими моими витражными лоскутками по столу таким образом они еще больше фиксируются потому что они скользят по пупырышкам и сваливаются еще лучше становится более монолитным полотном я точно также прорабатываю скалочкой они больше уваливаются и мое полотно становится все меньше и меньше процесс сваливания продолжается наступил такой момент когда я уже смогу смело поработать в водичке с моим полотном я его сваливаю еще и в воде я переминаю между собой уже основное полотно и лоскутки затем вынимаю намыливаю и работаю с массажным валиком очень люблю я этот инструмент он просто смешивает мельчайшие волокна шерсти между собой заваливает края шерсть перемешивается между собой и получается очень очень такой нежный очень хороший эффект продолжаю я процесс сваливания до тех пор пока меня не устроит уже качество полотна я это вижу визуально я это ощущаю руками и когда я уже все это увидела дальше я вынимаю моё полотно из воды и сваливаю мои хвостики поясочки сваливаю так чтобы у меня получались шнурки такими катающими движениями по воздушно пупырчатой пленки и наконец все моменты проработанные и я осматриваю насколько устраивает меня уже сваленное окончательно сваленное полотно как вы видите она очень тонкая она очень нежная на просвет мы видим кружева лоскутки хорошо привалялись и все получилось так я то вы хотела осталось только мне оформить кончики моих поясочков для этого я беру обрезки такие которые похожи на тычинки обрезки из моих предыдущих работ потом беру еще кусочки которые были приготовлены для витражной техники и делаю из этого цветочки при помощи ниток я скрепляю их между собой формирую такие бутончики и потом сваливаю это в воде одновременно с цветочками я еще в воде доваливаю пояс чтобы он приобрел такую форму шнура теперь на жесткой пленке я доваливаю цветочки и шнур и вот моя работа завершена я могу полюбоваться результатом надеюсь вам тоже понравился результат моей работы если это так вы напишите мне пожалуйста ваших комментариях и напишите пожалуйста какие из вариантов ношение этого пояса этого бактуса этого аксессуара вам понравились и может быть у вас есть какие-то свои предложения как бы вы хотели например приспособить это изделие и не забывайте ставить лайки не забывайте нажимать на колокольчик таким образом вы будете видеть когда выходят мои видео и до новых встреч на моем канале творческая студия о лишь арт дорогие мои творческие друзья и 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 Субтитры создавал DimaTorzok